Медики Сочи уже получили 180 квартир и еще 15 город отдал сотрудникам 4-й горбольницы Адлерского района, хоть-то и находится в статусе краевой. Сейчас, подчеркнул Пахомов, приоритет будет отдан среднему медперсоналу. Сегодня в городе появилась возможность выделить медсестрам квартиры в бывшем общежитии. На Донской 25-21 квартиру я отдал Марине Августовне и сказал, Марина, вот это все медсестры. Вы все время говорите о том, что самая большая проблема сегодня это нехватка медсестер. А нехватка медсестер, потому что им жить нельзя. Я нашел предпринимателя, значит, нашего сочинского. Люди зайдут туда, прям в хорошо обновленный, отремонтированный дом. Мы очень хотим помочь. То, что я взялся и сказал, проверю комнаты вот эти в общежитии, если не дай бог удобствуют кому-то, я сам пройду по каждой комнате. Из этой категории, раз она очень нужна, им надо создать условия. И в заработной плате. И самое главное, в быту. Озвучил глава города еще одну хорошую новость. Со следующего года зарплата медиков повысится. Что же касается их работы, то она, как и само здравоохранение Сочи, вышла на новый уровень. Как показывает статистика, жалоб со стороны горожан все меньше. А судя по другой статистике, сочинцы стали жить дольше на пять лет, и младенческая смертность на курорте уменьшилась в два раза. Большую роль в этих вопросах играет и новая материально-техническая база, и в целом новые и отремонтированные учреждения здравоохранения. В их числе и первая поликлиника, где, кстати, реализован проект «Вежливая регистратура», что позволило маршрутизировать потоки пациентов, ликвидировать очереди. Сегодня в поликлинике выписывают и электронные рецепты, разрабатывается электронный больничный лист. Все это способствует улучшению качества обслуживания населения. Повышение доступности медицинской помощи – одна из важнейших задач здравоохранения. С этой целью в этом году нами был создан врачебный офис на курортном проспекте 62, что позволит жителям Светланы, Кубанской, Нагорной и других близлежащих улиц приходить и обслуживаться там. Завершилась встреча вопросами к главе города. В свою очередь Анатолий Пахомов поинтересовался у медиков, над чем еще необходимо поработать, чтобы улучшить условия их работы, а значит и качество обслуживания горожан. Инга Габеша, Максим Кавригин, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.